Представители молодежи со всей Брестской области объединило общее желание попробовать себя в журналистике. Организаторами областного этапа республиканского конкурса молодых журналистов выступило Брестское областное общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». Авторам предстояло защитить проекты перед областным экспертным жюри в семи представленных номинациях. Проекты должны соответствовать заявленной тематике, отличаться оригинальностью и придерживаться определенных языковых средств. Очень важно, чтобы формировать у молодых начинающих журналистов критическое мышление. Очень важно, чтобы они видели свою страну в красивых красках, условно они видели и подмечали то, что не подметит простой молодой человек. Потому что, конечно, у нас тут разные категории. Это школьная молодежь, это работающая молодежь, и это молодые журналисты, которые уже имеют опыт работы в редакции. Конкурс проходит три года, и здорово, что в пресс-классной организации есть победители на республике, значит, наша журналистика находится на хорошем уровне. Для многих конкурс стал хорошей жизненной школой и помог раскрыть потенциал к развитию в сфере журналистики. Некоторые инстинктивно начали делать снимки для себя, делясь ими в социальных сетях, и получили большой отклик среди подписчиков. А кто-то активно ведет деятельность в пресс-службе на базе своего учреждения образования и ловко справляется с обязанностями. Из чего складывается логичный вывод – все 30 участников прошли на конкурс по зову сердца с огромным желанием развиваться в области журналистики. Я участвую в этом проекте в номинации «Лучший авторский материал» с работой, с проектом «85 лет создаем первый регион». Это проект в формате Instagram Stories, который будет рассказывать про 85 как раз-таки интересных мест в Брестской области, и будет всесторонне показывать уникальность и многообразие данного региона. Приехать в такое великолепное место и познакомиться с большим количеством ребят, которые тоже горят этим и представляют сегодня свои проекты. Это действительно гигантский опыт. Ну и, конечно, хотелось бы победить. Ну и решил принять участие в конкурсе. У нас в Барановичах действует пресс-центр, который стал для меня площадкой для обучения и возможности практиковать свои навыки фотографии. Мои фотки берут и новости, и все, ну, газеты, новости, вот в таком плане. Пришел на конкурс «Лучший фоторепортаж» к Дню независимости Республики Бетрус. Профессиональный конкурс молодых журналистов не просто так выявляет медиаграмотных личностей. Формирование кадрового резерва молодых авторов поможет активнее развиваться государственной информационной политики и поддерживать начинание талантливой молодежи. Победителем областного этапа республиканского конкурса молодых специалистов «Пресс-код» стала одаренная Юлия Ковальская. Ее работа, представленная в номинации «Лучший проект в новых медиа», получил самые высокие оценки жюри. Я буду представлять свой проект, который называется «Такая профессия». Это проект, который я внесла на рассмотрение в Брестский городской совет депутатов, так как я являюсь членом молодежного парламента. Проект был поддержан, и я начала его реализацию. Сначала реализовывала на Лагуна ТВ, сейчас продолжаю реализовывать на Беларусь-4 Брест. Буду рассказывать про инновации в профориентации, которые я привнесла, так скажем, позиционирование специальностей, востребованных экономикой посредством вот таких интерактивных медиатехнологий. Журналисты – это те люди, которые при помощи слова могут донести очень важные истины до широкой аудитории. А такие качества, как неравнодушие, любознательность и умение анализировать, помогут достигнуть высокого профессионального результата. Я Нина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста.